В начале сентября разразился мировой, чуть не сказал, кризис. Информационный скандал. Крупнейшая американская фармацевтическая компания Pfizer попалась на мошенничестве. Да как попалась? Теперь она обязана выплатить почти 2,5 миллиарда долларов штрафа за незаконное продвижение лекарств. Неслыханная доселе в медицине компенсация. И есть за что. Производитель Viagra и куча других не менее известных препаратов, цивилизованная вроде бы компания, вела себя как продавец арбузов на Драгомиловском рынке. Не только приписывала своим лекарствам больший эффект, чем они оказывали на самом деле, но и навязывала их везде, где только можно. Прежде всего, внимание, через врачей, которые рекомендовали их своим пациентам, нередко без прямой на той необходимости. Если вы думаете, что у нас с врачами никто не работает, ошибаетесь. Цепочка тех, кто делает деньги на наших больных, длиннее китайской стены. Нажиться здесь важнее, чем вылечить. А вы еще удивляетесь, почему цены в аптеках достигли заоблачных высот, а купленная вчера пилюля, ну, совсем не помогает. Эльвира Шигапова отправилась разматывать весь клубок. Теперь сама не рада, боится ходить в аптеку. 6 февраля этого года в процедурном кабинете городской поликлиники Миньяра Челябинской области скончалась женщина. 44-летней Ольге Сотниковой сделали укол безобидного препарата, который стабилизирует давление. Больная обратилась ко мне, я назначила ей лечение. Назначила милдранат. После двух уколов Ольге стало лучше, но третий приход в поликлинику оказался для нее роковым. Через 5 минут после инъекции женщина потеряла сознание. Врачи еще 40 минут пытались ее спасти, но так и не смогли. Предварительное заключение причин смерти. Анафилактический шок намил дранат. Но ведь два раза до этого кололи, и все было хорошо. Родственники отвезли оставшиеся ампулы со злополучным лекарством на экспертизу в Уфу. А вот блок увез лекарство на анализ. Вот это все и дало толчок. А если бы не увез, все, смерть это бы как смерть, как обычная смерть закрылась бы. А люди бы дальше продолжали гибнуть втихаря. Вот и все. Ольге Сотниковой не оставили шансов выжить. Оказалось, что в ампулах было другое вещество. Листенон, который применяют как наркоз во время операций. Он расслабляет дыхательные мышцы, и дыхание останавливается. В результате этой чудовищной подмены лекарств пострадало 23 человека. Двое из них, включая Ольгу Сотникову, погибли. Но как вместо одного препарата в ампулах мог оказаться другой? И кто в этом виноват? Виновен кто? Ну, в принципе, сегодня и все проверки, которые были проведены Росздравнадзором, неоднозначно толковали, что, в принципе, эта ошибка произошла на предприятии. Обратное Сотекс не доказал. Предприятие от своей вины открещивается. Выходит, виноватых нет. На фабрике это лекарство произвели, в аптеке продали, в поликлинике укололи, а Ольга в итоге умерла. И ведь каждый из нас в любой момент может оказаться на ее месте. Итак, чем мы лечимся? Вернее, как калечимся? И почему так дорого за это платим? Начнем с самого близкого – аптеки за углом. Вернее, с того, чем там торгуют. Они получают гораздо больше прибыли от реализации, розничной реализации фальсифицированного препарата, чем от реализации оригинального, поступившего от официального дистрибьютора. Потому что они его покупают заведомо ниже по цене. Аптекари не гнушаются сбывать подделку. Знают, что если поймают, к ответственности не привлекут. Проблема в том, что они получают же по документам от имени подставных организаций. И они всегда говорят, что нас обманули. Проверить в аптеке его подлинность мы как бы не могли. Ни один фармацевт или заведующий аптеки сегодня не сидит в тюрьме за то, что втюхивал подделку. Причем слово «втюхивал» здесь как нельзя кстати. Ведь о том, как продвигаются лекарственные товары, именно так звучит это на языке профессионалов, можно отдельную песню сложить. Например, чтобы у заведующих аптек был стимул заказывать вашу продукцию, их нужно задобрить, деньжат подкинуть или на худой конец свозить куда-нибудь к морю. Сейчас сложно стало с обналичиванием. То есть с деньгами уже это мало работает. Но с поездками это работает. Ага, то есть я могу прийти в аптеку и сказать, послушайте, вот этот препаратик рекомендуйте, пожалуйста? Ну, я вам просто скажу. Я вам построю поездочку куда-нибудь на островах. Да. Вот я вам просто приведу пример. В марте месяце, по-моему, или в апреле, в общем-то, группа из 40 заведующих аптек города Москвы ездила по приглашению одного из крупных дистрибьюторов в Астралю. Вывозили, видимо, особо отличившихся, которые смогли продвинуть товар потребителю. Как? Есть способы. Представьте, вы простудились и пришли в аптеку. Заглядывайте в окошко. Что-нибудь порекомендуйте мне от Грипа? Первый ответ. Ну, есть такое понятие. Первый ответ за первый ответ. Такая-то сумма. Он и кондрекс, он и Макси Грибс. Он плохой, кстати, у него такое состояние снимает. А сколько он стоит? Ну, где-то 200. Сколько? 200 рублей 5 пакетов. Собо говорят вот такое. Ну, он говорит, ну, а вот это мне дорого. Тогда у этого первостольника есть второй ответ, который оценивается чуть меньше. И так далее. А что у нас подошли? Есть таблеточки ТОВ. По словам Дмитрия Спиридонова, бывшего менеджера по продажам одной крупной фармацевтической компании, такая практика применяется почти в каждой аптеке. Хотя сами заведующие в один голос кричат, что это, конечно, есть, но это где-то там, в других точках. Я думаю, что если вам нужны колготки, чулки мы вам не продадим, понимаете? Даже если нам заплатили за них денег при всём уважении. Поэтому у нас есть конечный потребитель, и мы ему продаём то, что нужно, то, что ему выписывает доктор. То, что выписывает доктор, говорите, так ни для кого уже не секрет, что их рецепты тоже стоят поощрений. Вам когда-нибудь предлагали? Да. За какие деньги? Ну, это я не помню, это было давно. Ну, и не так давно, я не помню. Ну, там какой-то идёт, я не знаю, как это правильно называть. Процент? Процент с продажи той или иной коробки. Конечно, с этим надо серьёзно бороться. И, по-моему, сейчас наше министерство активно за это взялось. Создан приказ специальный, который как бы за любые случаи с доимствами на уровне врача предпринимает серьёзные меры. Ну да, ну да, принимаются меры, подписываются приказы, а на деле всё везде схвачено, за всё заплачено. Сами же власти недавно в очередной раз убедились в этом, когда стали проверять, как соблюдается закон о регулировании торговых надбавок на лекарства. По заданию правительства совместно с прокуратурой проводилась проверка ценообразования в субъектах Российской Федерации. И действительно, практически во всех регионах были выявлены завышения торговых наценок. На сколько? Очень разные, очень разные. Буквально от 5% до 100%. Сумасшедшие накрутки даже искать не надо. Мы прошли по аптекам одного района. А какой результат? За контрольную единицу измерения взяли обычный корвалол. Скажите, пожалуйста, корвалолы у вас в какую стоимость? 12 рублей. Корвалолы у вас в какую стоимость? 15 рублей. 15? Прошёл всего 100 метров, а тут в 3 раза дороже. А мы ведь сравнивали не аптеки Москвы и Сахалина. Спросили у фармацевтов, почему так? Ну, продукты везде тоже разные цены. Могуты? Да, да, да. Не можно ли цены везде? Да. Но ведь и мы не о колбасе говорим, правильно? В отличие от мясных продуктов, лекарства нельзя продавать, почём хочу. Больше половины из них считаются жизненно важными. И есть законы, которые определяют, сколько на этих лекарствах может зарабатывать продавец. В среднем не больше 30%. Только кто же эти законы соблюдает? И 300 накручивают. При этом спроси о прибылях, так некоторые заревут, как на паперте. На сегодняшний день аптеки практически работают в ноль. Куда тратится аренда? Это и коммунальные услуги, они тоже никуда не ушли. Это и заработная плата. Две самые огромные затратные части в бизнесе – это аренда и заработная плата. И, соответственно, налоги. Кто-то продаст 25 упаковок эссенциалии и поставит 30% на оценку. А кто-то будет сидеть, куковать, потому что у него аренда, потому что у него фонд заработной платы, потому что у него очень много провизоров-фармацевтов, потому что очень много санитарных сестёр, которые это всё моют. То есть хочешь жить – умей вертеться. А вам выгоднее что продать? Нет, если приходит человек, который... Я... Ну, если говорить о том, что нам выгоднее, конечно, нам выгоднее что подороже. Но если человек приходит за тем, что стоит 43 рубля, а я говорю, вам это не надо, купите за три. Конечно, он купит за три. У нас нет такого, что мы крысятнее, чем чего-то отрываем, какой-то кусок как-то. У нас такого нет. Верите? Но если аптеки хоть как-то ограничивают в аппетитах, то оптовики, посредники между производителями лекарств и аптеками, накручивают сколько хотят. А их у нас как детей у сороки-воровки. И всем каши хочется. Для сравнения, во Франции работает всего 4 компании-посредника. А у нас этих дистрибьюторов официально почти тысячи. Ну, смотрите, мы не сразу поставляем в аптеку. У нас нет, допустим, собственных аптечных сетей. Мы накручиваем там 5%. У нас приобрели другие дистрибьюторы, которые тоже накручивают там 10%. Плюс они отвезли в другие города транспортные расходы, бензин. Плюс они распространили по своим филиалам по всей стране. То есть пока препарат дойдёт до аптеки, как минимум он проходит 5 дистрибьюторов. Максимум такой может наблюдаться и 10, и 15. Такие случаи тоже были. Мало того, что накручивают свои немаленькие проценты, покупая друг у друга, так ещё и подделкой приторговывать не брезгуют. Заходим, всех погоняем. Этот кустарный террафлю поступал в аптеки по всей России. Обычный мел со всевозможными добавками вовсю раскупали. Он, слава богу, оказался безвреден, но пользу точно принести не мог. Зато для производителей какая выгода. Запрет на продажу недоброкачественных форсистических лекарственных средств относится к лицензионным условиям и требованиям. И за нарушение данного запрета у нас сегодня установлен максимальный штраф в 50 тысяч рублей или приостановление действия лицензии сроком на 90 дней, но только в судебном порядке. 50 тысяч рублей штраф. До такие копейки производители подделок сами готовы платить без всяких проверок. Хоть каждый день. Напугали. А уголовное дело завести почти невозможно. У следствия не может быть вещественных доказательств, потому что по закону эту некачественную продукцию, подделку, нужно уничтожить. Ну, реально уничтожаются доказательства, потому что необходимо провозить различного рода экспертизы по установлению, скажем, происхождения форсистических лекарственных средств. Произведения были в одном цехе или в разных цехах. Но уничтожение доказательств до возбуждения уголовного дела является существенным препятствием к дальнейшему расследованию. Вот и получается полный абсурд. Мы говорили, аптеки всегда всё спишут на обманщиков. Мол, подсунули плохой товар. Но выходит, и тем, кто эту подделку штампует, тоже ничего не грозит. И что самое интересное, про фальшивку даже изготовители настоящего лекарства кричать не станут. Невыгодно. Как только объявляли, что найдены фальшивые препараты в какой-то партии какого-то лекарства, их продажи падали до 20%. Вспомнить хотя бы, чем кончилась известная история с Брынцаловым. Его фабрика выпускала подделки миллионами упаковок. И что? То есть, по сути, они в чужие упаковки закладывали свои таблетки. Так как это не приносило вреда жизни и здоровью граждан, то, соответственно, уголовное дело было возбуждено только по статьям «Незаконная предпринимательская деятельность» в этой части и «Незаконный использование товарного знака». В итоге максимум – условные сроки. И сегодня компания Брынцалов А спокойно себе работает. Конечно, работает и существует. Это история давняя, и уже давно про неё пора забыть уже. Производятся ампульные препараты, инъекционные, которые закупаются на 90% больницами и клиниками. Какие, по-моему, дистрибьюторы с вами работают? Все. Все? Абсолютно все. И надзора никакого. Свои творят, что хотят. И чужие давно научились ввозить в страну разный фуфлонат. У нас ведь качество лекарств проверяют, только вдумайтесь, один раз – на границе. Как импортер могу сказать, да, то, что я привожу сюда медикаменты, я обязательно прохожу контроль качества. То есть прямо на таможне непосредственно. Забираются образцы, получается декларация о соответствии качества. А дальше? Дальше, наверное, пока не проверяется. Качество лекарств у нас проверяют, только вдумайтесь, один раз – на границе. То есть всего одна экспертиза, причём не каждой коробки, а так – несколько таблеток из всей партии товара. Никто из проверяющих чаще всего по контейнерам не лазит. За определённую мзду оптовики сами выбирают пилюли, которые пройдут так называемый контрольный срез. Индусы поставляют нам препарат на экспертизу. Мы прославили факты, когда они оригинальный препарат закатывали в блистер, подавали его как свой на экспертизу, а потом уже ввозили то, что там у них лепилось на коленке в сарае. Сейчас в регионах только начинают строить лаборатории, где можно будет выяснить, что же в упаковке – лекарство или бутафория. В Москве есть такая, но работают здесь как-то странно. Нам продемонстрировали, например, как в считанные минуты один новомодный аппарат различает подделку от оригинала. Но как только мы отклонились от запланированного регламента и попросили проверить нашу таблетку на соответствие, система дала сбой. Вставили ампулу. Это у нас фальсификат. Вот так бы знать заранее, что этот препарат фальсификат, этот нет. Нет, я понимаю. Например, у меня есть таблетка эссенциали с тобой. Эссенциали точно нет. Я знаю, что и у меня только обон напишет, что не идентифицировано. Есть цитрамон, если вас не устраивает. Пару месяцев. Эссенциали, давайте проверим цитрамон. Тоже нет в базе. Сейчас, цитрамон есть. Сейчас, секундочку. Только не через секундочку и даже не через пять минут мы не узнали, качественный цитрамон в наших руках или нет. Незапланированная проверка стала затягиваться. Или специалист, или аппарат к ней явно не был готов. Как бы, если вы меня подозреваете в каком-то... Нет, 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 ни в чем не подозреваю. Я хочу проверить. Ловкости рук и так дальше. Какие я... То есть здесь, как бы, от меня уже ничего не зависит. Для того, чтобы идентифицировать обычный цитрамон, понадобилось произвести кучу непонятных для нас манипуляций. И лишь потом выдать результат. Оказалось, что наше лекарство вроде бы даже ничего. Хотя всё относительно, ведь даже легальные препараты в России очень низкого качества. А что лучше, импортные или отечественные? Ну, не знаю, это иногда импортные лучше. Там, когда какой-то уже проверен, да, это вот выпускают. Орбидол, корвалол, таблетка от кашля. Все эти препараты начали выпускать ещё в Советском Союзе. С тех пор у нас ничего нового не появилось. Да и то, что есть наших чиновников, распределяющих бюджеты, не интересует. Получить госзаказ на поставку лекарств в больницы производители наших лекарств не могут. Наши чиновники научились таким образом готовить документацию конкурсную, что мы в этих тендерах просто участвовать не можем. Чтобы работать с государственными деньгами, там свои сложности, там много всяких бумажного оборота, там свои какие-то правила и так далее. Туда очень трудно пробиться? Ну, да, достаточно трудно. Там уже как-то всё уже налажено, всё устаканено. Уже есть люди, которые там уже давно работают, уже всё знают, не ошибаются. Туда как проще торговать импортом и делать копии. Уже давно наши фабрики только этим и занимаются. Копируют, так сказать. Оригинальный препарат – это инновационный препарат, новый препарат, передовой, доказавший своё действие. Так вот, через 15-20 лет появляется легальная возможность скопировать оригинальный препарат. Причём копировать его может все кто угодно. И вот эта копия называется дженериком. У одного препарата могут быть сотни копий. У всех одно общее так называемое активное вещество. А какие примеси – не важно. Возьмём, к примеру, соль. Вот пищевая поваренная, вот морская для ванн, а вот техническая, которой посыпают дороги во время гололёда. Казалось бы, в основе везде натрий-хлор. Это и есть активное вещество. И всё это соль. Но вы попробуйте в суп добавить вот эту. Или, например, вот эту. Вряд ли бульончик вам понравится. И естественно, когда стоит вопрос покупать швейцарское сырьё по 5 или китайское, но по 3 – выбор понятен. И примешивают, чего хотят. Так что мало того, что копии, так ещё какие. Зарубежные фармацевтические компании крестятся. Главное, чтобы наши дженерики на их рынок не попали. К сожалению, никто из нас, покупая препарат в оптичной сети, не застрахован от того, что не купит что-нибудь не то. Никто. И вы как врач в том числе? Я как врач. Врачи сегодня просто разводят руками, говоря о качестве таблеток. У кардиолога Виктории Ворониной недавно один пациент, выпив таблетку, снижающую холестерин, оказался на операционном столе с язвенным кровотечением. Некачественный дженерик или подделка попалась больному, так и осталась для неё загадкой. В истории с Ольгой Сотниковой загадок не было. В ампулах вместо лекарства от давления оказалось средство для наркоза. Просто она своей смертью прекратила смертью множество людей. Вот я к такому заключению пришла. Да, партию того препарата из продажи изъяли, но фармацевтическая компания перед темьями погибших даже не извинилась и объяснять ничего не стала. Их позиция – ещё докажите нашу вину. Информационная политика нашей компании не предполагает комментарии на тему фармацевтической. Это как-то ситуация связана с мелдранатом или нет? Ну, это не то, что связана ситуация с мелдранатом. Просто принята компания в данный момент такое решение. Следствие ещё не закончено, но первый суд фабрика выиграла. Вот так. И это всего лишь одна история с одним препаратом. Что же должно произойти, чтобы предотвратить массовую продажу фуфланата? Ведь сейчас можно делать что угодно, продавать это в аптеках, и никакого наказания не будет. Ни врач, ни аптекарь, ни поставщик лекарств, ни даже сам производитель, который намешивает чужое сырьё, никто не знает, чем на самом деле мы лечимся. Что покупаем под видом лекарств? И платим немаленькие деньги. А что нам остаётся делать? Зажмурить глаза и выпить таблетку? А вы спринесли? Конечно, не всё то, что продаётся в аптеках, это сплошные фальшивки и низкопробные копии. Есть и качественные препараты. Но отличить подделку от оригинала, хороший дженерик от плохого, по силам только специалистам. Да и то они это могут сделать лишь под лупами своих специальных аппаратов. И ситуация не изменится, пока как минимум не достроят региональные лаборатории контроля качества. А на самом деле, пока не ужесточат контроль за этим самым качеством. Будьте здоровы. Приходите к нам ещё. Вы знаете, где-то полгода назад ваш покорный слуга участвовал в одном ток-шоу на Первом канале. Речь шла о фальшивых лекарствах. Я тогда произнёс в прямом эфире эти цифры. Во Франции 4 фирмы-дистрибьютора, у нас около 1000. Корни всех бед надо искать именно здесь, сказал я тогда. Прошёл почти год, у нас всё та же 1000. Нужно ещё что-то комментировать.